Друзья, это Нюсейдер, я Александр Кушнарь. И сегодня, 23 августа, стало известно о том, что украинские спецслужбы провели блистательную операцию. Они выманили российский военный вертолет Ми-8 и убедили экипаж посадить этот вертолет на территории Украины. Как следует из сообщений, которые нам сделал представитель ГУР Андрей Иосиф в эфире телемарафона, один из пилотов, собственно, был в сговоре с украинскими спецслужбами, и они его ввели с самого начала, и он знал, куда он летит и зачем он летит, и где ему предстоит приземлиться. Его семья была вывезена из России в Украину за несколько месяцев до проведения, собственно, этого перелета. А вот два члена экипажа, которые летели вместе с ним, не знали, куда они летят, и поэтому они были ликвидированы на месте сразу после приземления этого вертолета на одном из украинских аэродромов, насколько можно понять. Это был военный аэродром Полтава. Как сообщается, этот вертолет перевозил детали к боевым самолетам Су-27 и Су-30. Ну, а вот такая вот интересная деталь, я думаю, о многом расскажет. Дело в том, что один из членов экипажа был читателем Z-блогера под названием Fighter Bomber. Вот именно этот Fighter Bomber как раз и рассказал в своем телеграм-канале о произошедшем, только он изложил вот это событие в собственной версии, по его версии, якобы, экипаж случайно перепутал просто-напросто место посадки, то есть, иными словами, заблудился, и потому вместо того, чтобы сесть на военном аэродроме России, он сел на военном аэродроме Украины. И, по его словам, экипаж, по крайней мере, часть экипажа был расстрелян на месте. Но, на самом деле, я бы доверял все-таки тому, что говорят украинские спецы. А из их слов следует, что именно, по большому счету, вот эта операция стала возможна благодаря тому, что российский пилот согласился поучаствовать в этой процедуре. И, как, опять же, сообщают источники, вроде как была изначально обещана награда за каждый перегнанный вот такой военный вертолет из России в Украину в размере 500 тысяч долларов для всех, кто участвует в этой операции. Можно предположить, что такое предложение, конечно, выдвигалось не один и не два раза. Я напомню, что еще в самом начале российского вторжения в Украину украинские спецслужбы предлагали любым российским пилотам за каждый самолет и вертолет, который будет доставлен в Украину. Соответственно, насколько я помню, до миллиона долларов. Ну и один из украинских специалистов даже попытался реализовать с боевым самолетом вот такую операцию, но она была, к сожалению, тогда сорвана. Но вот с военным вертолетом это получилось. Получилось в результате вот этой операции, которая, как следует из заявления ЮСО, похоже, длилась шесть месяцев. Ну и завершилась вот буквально, насколько можно судить, опять же, пару недель назад. Сейчас с экипажем, а точнее с конкретным пилотом этого вертолета идет работа. Скорее всего, он сейчас постепенно, ну, вроде как, да, обустраивается на новом месте жительства вместе со своей семьей в Украине. И скоро мы узнаем детали того, что произошло, к тем деталям, которые уже обнародованы. И в дополнение вот к тем фотографиям, которые мы все видим, среди этих фотографий, во-первых, сам этот вертолет Ми-8, посаженный на одном из аэродромов. А это именно аэродром, потому что вдали на этой вот фотографии, где-то на заднем плане виднеется, если я не ошибаюсь, какой-то летательный аппарат, по всей видимости, очевидно, украинский. Кроме того, другая фотография, это два украинских бойца рядом с этим вертолетом. Ну, и, наконец, фото из кабины. Вот на этом самом фото как раз-таки видна вот эта вот наклейка Fighter Bomber. Ну, короче говоря, все, что мы сейчас имеем, показывает, что операция была успешной, что Ми-8, между прочим, вместе с деталями XU-27 и XU-30, теперь находится в собственности украинских ВВС и будет служить украинским ВВС верой и правдой. Какие же выводы мы можем сделать из этой истории? Ну, во-первых, это уникальная операция, такого фактически практически никто из спецслужб мира в истории никогда не проводил. Есть, конечно, отдельные прецеденты, но они крайне-крайне редки. Ее можно вспомнить, как, например, однажды в Израиле сел, опять же, самолет с пилотом одной из ближневосточных стран, который согласился пойти на сделку с израильтянами. Но вряд ли вот вы на скидку сейчас вспомните другой подобный случай. Так что фактически здесь украинцы, как и во многих других сферах, касающихся вот этой войны, проявили удивительную изобретательность и оригинальность. Второе. Результат этой операции – это не только нейтрализация одного из, собственно, пилотов, даже нескольких пилотов получается, то есть кого-то убили, кого-то переманили на свою сторону. И это не только, собственно, сама машина вместе с оборудованием, которое поступило в собственность в ВС Украины. Но это, конечно же, еще и образец того, как могут действовать другие российские пилоты, которым не нравится участвовать в смертоубийственной и преступной войне, которую ведет путинский режим. Это говорит о том, что, в принципе, другие российские пилоты, глядя на пример своего коллеги, тоже могут задуматься, а зачем им рисковать и своими жизнями, и, на самом деле, своей, конечно, репутацией. Да, для кого-то она дорога. Кто-то из российских пилотов, возможно, оценит себя как действительно специалиста высокого класса, который хочет оставаться таковым вместе именно с нравственной чистотой, как это, может быть, не странно для кого-то прозвучит. Потому что, да, для отдельных российских пилотов честь все-таки имеет значение. И они, я уверен, по крайней мере, некоторые, в общем, не очень-то, мягко говоря, хотят подписывать кровью вот эти документы и участвовать в преступлениях против украинцев. Но и, между прочим, все они, конечно, должны прекрасно поймать тот факт, что их имена или уже известны, или будут известны украинским специалистам, и что за этими пилотами рано или поздно будет охота. Кроме того, конечно же, все они так или иначе рискуют стать участниками, именно подсудимыми. В рамках будущего или, вероятно, уже идущего международного уголовного процесса по делу о нападении России против Украины и по делам о преступлениях против человечности, которые совершает Россия в отношении Украины, в том числе и в первую очередь, руками вот тех самых российских пилотов, которые запускают ракеты по украинским мирным городам. И, как мы понимаем, 95% вот этих ракет бьют по абсолютно мирным гражданам и по абсолютно гражданским зданиям, что приводит, как известно, зачастую к чудовищным жертвам. Один только удар по Чернигову, это просто самый свежий пример, привел к ранению почти 150 человек и к гибели почти 10 среди пострадавших детей. И таких ударов множество. И каждый пилот России, который садится за штурвал, то ли стратегического бомбардировщика, то ли тактического бомбардировщика, то ли военного вертолета, каждый из них понимает, что он не только ракету может однажды получить вбок, в свой борт, но, между прочим, он оказывается в черном списке, который, безусловно, составляет СБУ, для того, чтобы, вероятно, однажды постучаться в дверь к этим господам, которые запускаются ракетой по Украине. Поэтому, понимая все это, среднестатистический военный пилот России, и, на самом деле, посмотрев на историю своего коллеги, может задуматься, а не лучше ли будет поступить аналогичным образом, чтобы избавиться от этого ужасного домокового меча под названием СБУ и уголовная международная процедура. Не лучше ли, вместо того, чтобы рисковать своей жизнью, жизнью человека, за которым однажды могут прийти, или по самолету, которого могут однажды открыть огонь, поменять вот эту жизнь в постоянном страхе и в понимании того, что ты соучаствуешь в самом страшном преступлении против человечности, на спокойную жизнь достойного человека, который сделает правильный выбор, правильность с точки зрения нравственности, перейдет на правильную сторону истории, получит при этом, между прочим, неплохие деньги, от полумиллиона до миллиона долларов, что, в общем, позволит, может быть, не всю жизнь безбедной жить, но значительную ее часть, и при этом, конечно, работ государственной охраной, охраной не только украинского государства, но, безусловно, и государства партнеров Украин, почему бы и нет. И, как показала вот эта спецоперация, которую провели украинцы, это реально, это не что-то такое несуществимое. Это можно сделать. Да, это может быть непросто, но это, в общем, вполне возможно. Достаточно проявлять осторожность, достаточно проявлять мудрость, достаточно проявлять смелость, потому что, безусловно, элемент смелости здесь у российского пилота, который пошел на сделку с Украиной, я бы так сказал, даже с украинским правосудием, да, она присутствовала. Не только потому, что, конечно, этого пилота могли вычислить на любом этапе подготовки к этой операции, но еще и потому, что, конечно, когда он летел с двумя членами экипажа, которые не знали, куда они летят, он понимал, что в какой-то момент их должны будут убить. А это означает, что он и сам, вероятно, подвергал свою жизнь риску. Ведь, в конце концов, неизвестно было, до самой последней секунды, как себя поведут вот эти два пилота. Ну и, конечно же, вот эта операция унижает Россию, российский режим, российскую войну, машину. Эта операция в очередной раз показывает, что далеко не все российские пилоты, да, я уверен, и российские старшие офицеры, и обычные солдаты, хотят участвовать вот в этой войне и идут на нее добровольно. И, как и Владимир Путин, хотят уничтожения Украины. Многие из них участвуют в этой войне просто потому, что они ничего другого не умеют, и они оказались как бы между двух огней. И, с одной стороны, это огонь, которым угрожают, ну, фактически, заградотряды внутри России, кем бы они ни были представлены, кадыровцами или политическим колоссом. А, с другой стороны, это, собственно, огонь со стороны Украины, безжалостный огонь, огонь на уничтожение. Не позавидуешь многим российским офицерам, которые никогда, конечно, не готовились всерьез воевать так, как им приходится воевать сейчас. Ну, и, соответственно, у многих из них бродят мысли о том, чтобы, ну, так или иначе, выйти из этой истории. И они пытаются выйти при первой возможности. Мы получаем все больше новостей о том, как тот или иной российский военный офицер перебежал границу и запросил, например, убежище в одной из стран НАТО. Ну, вот, скажем, недавно один из российских офицеров запросил убежище в Литве. Кстати, насколько можно понять, он тоже военный лётчик. Вот один военный лётчик, например, запросил убежище в Литве. Другой военный лётчик сейчас вот решил поучаствовать в операции, которую организовала Служба безопасности Украины и Главное управление разведкой Украины. И перейти на сторону украинского государства, то есть на сторону добра и света, на сторону цивилизованного мира. И вот, соответственно, у российского политического военного руководства, которое организовало всю эту беспринципную, античеловечную войну, даже не возникнут вопроса. А сколько на самом деле вот таких ренегатов в их рядах? И таких ренегатов может быть очень много. И не только, собственно говоря, среди, как я уже сказал, российских военных пилотов или старших офицеров, кем бы они ни были, но также и, вероятно, среди российских спецслужб, в конце концов, ведь кто-то же рассказывает вот эту вот всю интересную, деликатную информацию о планах России в сфере военной, экономической, политической, западным спецслужбам. Ну, откуда же Запад черпает зачастую вот эту всю секретную информацию, которая идет откуда-то из нее, до России. Так вот эти люди как раз те самые, вот такие, как этот российский пилот. Эту информацию и поставляют. Самая свежая история, это вот слитые чертежи и вообще подробности по поводу функционирования завода по производству шахедов на территории России в Татарстане. Человек, который раскрыл вот эту вот информацию работает или работал, скорее всего, на этом заводе. Выиграл эту документацию и полностью сдал ее Западу. Таких историй все больше. Их множество. И, соответственно, это, конечно, очень серьезно берет по уверенности российского политического руководства в том, сумеет ли оно выиграть эту войну, в том, может ли оно вообще опираться хоть на кого-то, а, собственно, не окажется ли так, что, возможно, более высокопоставленные военные чины, возможно, даже генералы могут оказаться западными агентами, условно говоря, которые смотрят в сторону Запада и при первой возможности сдадут Владимира Путина и всю его банду, и всю российскую военную машину с потрохами. И отнюдь не только западным спецам, а непосредственно украинским полевым командирам просто-напросто раскроют планы российского командования, чем облегчат украинцам уничтожение российской армии, которая идет на том или ином направлении в наступлении, или, допустим, находится в обороне. Вот понимание того, что в российской армии, в частности, среди российских пилотов, может быть много таких предателей, которые только и ждут момента, чтобы перелететь на украинский аэродром. Это вот рождает ту самую трещину, а то и множество таких вот трещин в, казалось бы, монолитной российской военно-политической системе. Это то, что как термиты изъедает здание российского военно-пропагандистско-политического режима изнутри. И однажды это здание рухнет. И однажды выяснится, что отнюдь не этот один пилот, а множество российских военных пилотов, офицеров, обычных солдат хотят перейти на сторону Украины. И как только им эта возможность представится, они это сделают. И эти люди, на самом деле, не верят в эту войну. Они не верят в идеологические догмы Владимира Путина. И не верят в то, что они живут в самой лучшей и самой счастливой и самой свободной стране на Земле. Они прекрасно понимают, что они являются винтиками в этом кровавом, российском, преступном чудовище. И они хотят оставаться этими винтиками. И они выбирают сторону добра. Это то, как я уже сказал, о чем, конечно, должны думать каждый российский пилот и каждый российский офицер. Глядя на эту историю, он должен задумываться. А почему бы и мне не сделать то же самое? Спасибо, друзья. Оставайтесь с Ньюсейдер. Я напоминаю, что мы ведем сейчас седьмой по счету сбор на медицинский эвакуатор для украинского подразделения «Гром». Если вы хотите помочь бойцам собрать на этот медэвакуатор, который будет спасать раненых украинских бойцов на передовой, вы можете сделать это, переведя средства через те ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. PayPal, банковский счет, европейская банковская карта. Через эти же ресурсы, также через Patreon, вы можете поддержать и наш канал. Спасибо всем, кто помогает украинским бойцам, потому что ваша помощь спасает жизни. На данный момент мы собрали уже более 21 тысячи евро. Вместе с запасами, которые есть у Литовского фонда Швейцовской ареи, это сумма более 24 тысячи евро. Мы приближаемся к нашей цели. И скоро у бойцов будет медицинский эвакуатор «Ритис» из Швейцовской ареи уже ищет и, кажется, даже нашел этот самый автомобиль. Скоро будет и оборудование, все отчеты вы найдете в моем телеграм-канале, опять же, по ссылке в описании к этому видеоматериалу. До скорого! Продолжение следует...